Итак, что такое слово заповедь? Заповедь, митсва, множественное число, митсвот. Митсва, одна заповедь, да? Множественное, митсвот. Некоторые говорят, что заповедь это доброе дело, да? Митсва это доброе дело. В действительности, митсва это Божий приказ. Митсва. Так, множественное. Митсвот. Пишется через вав. Митсва. Слово цав означает прикажи. И митсва таким образом, это что есть? Приказ, да? И есть цава выражение. Цава, есть цава окраска. И цава пишется по-разному, звучат похоже. И Бог, он какой Бог? Цава от. Бог, воинство. Цава это армия, да? Цав это приказ. Митсва, значит, цав прикажи. Митсва это приказ. Потому что некоторые думают так. Заповедь, видите, русское слово заповедь, она не осуществляет. Такой вот функции, как приказ. Ну, заповедь. Да. Я кувру, то похолает имени в Израиле. Табеля стены плачу, верить и могилю. Да? Но это не та заповедь. Есть приказ. Приказы, они, как известно, что? Не обсуждается. Да? Вот. Есть, я служил немного на флоте, но все-таки некоторые вещи из устава выучил. Приказ начальника есть закон для подчиненного, он должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Запишите себе и запомните, да? Митсвы должны выполнить беспрекословно, точно и в срок. Сначала выполнить, а потом думать, зачем это нужно делать, да? А то есть некоторые, они начинают объяснять митсвы, а есть митсвы, которые говорят хука. Хука, значит, каха, каха, а вот так. Бог не объясняет, да. Просто говорит хука, то есть так надо, так надо, да, может так перевести. А вот так или так надо? Хука, хука, да. А слово каха, так. Да, да, каха, каха. Итак, цав означает при соповеде, прикажи, да? Также указ, веление, судебное постановление. Единственное число митсва, множественное число, митсвот, переводится как заповедь. Итак, что такое митсва? Это приказ, указ, веление или судебное постановление. Да? Значение слова митсва записывайте, записывайте. Это что, приказ, да? Приказ, можем говорить как заповедь, но опять-таки помнить, что это именно такая заповедь. Указ, веление и судебное постановление. Мноожественное митсвот. То есть заповедь, это данный Богом закон, которому мы обязаны повиноваться. Это не просто добрые поступки, да? Это данный Богом закон, которым мы обязаны повиноваться. Еще заповеди, это итог соглашения, которое было заключено между Богом и нашими праотцами на горе Синай. И если некоторые думают, что церковь – это нечто отдельное и совершенно отличное, а заповеди – это Ветхого Завета, да? Вот, и начинают рассуждать некоторые вещи. И в церкви, и в христианстве 10 заповедей те же самые сохраняются, да? Вот, и никакой такой другтой трактовки, может, есть много лукавства по этому поводу существует. Вот, а когда говорят о 613 заповедях, во-первых, кто посчитал, что это их 613? Ну, кто именно? Ра-м-бам. Ра-би-ма-ше-бен-май-мун. Видите, есть Ра-би – это что? Учитель, да? Ра-ф – это более такое уважительное. Ра-ф такой-то, ра-ф такой-то, да. Если мы говорим большой учитель – Ра-бан. Ра-бан. Бе – с Дагишем. Ра-бан. Да? Ра-бан-бе. Мы говорим Дагиш – это удвоение буквы, да? Или твёрдое произношение. Ра-ф, Ра-бан – это более высокий титул, да? И только два человека получили титул Ра-бэйну. И оба были Маше. И поэтому говорят, от Маше до Маше не было такого Маше, да? Ра-бан – это большой Ра-бан. Как Ра-бани или Ра-вуни по-арамейски, да? Называли ещё ученики. Мы видим, это из Нового Завета. Мой большой Ра-бан, можно перевести, да? И только два человека были Ра-бэйну. Маше – Ра-бэйну, да? Это Моисей, и другой Моисей – Бен-Маэмун, да? Бен-Маэмун или Маэмонит. Вот он посчитал, что 613 заповедей. Действительно, если толкование, их более тысячи есть. Вы сами понимаете, толковать нужно много и по-разному. Но говорят, что их 613. И они делятся на две группы. Митсвот Асэ – Асэ, что значит – делай. И митсвот Ло-Та-Асэ – не делай. То есть заповеди предписывающие говорят – делай. Асэ. И Ло-Та-Асэ – не делай. То есть не совершай преступление, убийство, не укради и так далее. А есть Асэ. И они еще делятся на заповеди между Богом и человеком, да? И между человеком и человеком. Сколько запрещающих заповедей? 365. Легко запомнить, да? 613. 365 запрещающих. На каждый день года есть свой запрет. Если мы говорим о разных заповедях, и некоторые говорят, что Иисус – есть конец закона, да? Вы слышали такое выражение? Там употреблено слово «теллос». Теллос – это цель закона, да? Конец в том смысле, как исполнение, совершенство, цель. Вот. Иисус – есть цель закона. Но нельзя говорить, что конец закона, что закон уже скинчился и все. Есть заповеди, которые были связаны с храмом и ритуальной чистотой и нечистотой. И мы знаем, что эти заповеди не могут выполнить как неевреи, так и неевреи. Правда? Из-за отсутствия храма. Но некоторые заповеди все-таки мы выполняем. Например, мы зажигаем субботние свечи. Да? Например, засилаем стол белый с качелью, ставим две халы, да? Заповедь на омывение рук, заповедь благословения вина на хлеб. И некоторые говорят, когда вы будете изучать, вы говорите, «Ашер Кичанубе Митсвата, да? Который осветил нас в заповеди, в Эцивану. И заповедал нам, например, зажигать субботние свечи». Да. Ну, хорошо. Две свечи мы говорили. Почему? Да? Захор и шмор. Две заповеди субботные. Можно зажигать три, можно и больше зажигать свечи. Но не меньше двух. Да, так вот, слушайте. Видите, говорят, «Ты заповедовал нам, да? Заповедовал о омывении рук». Заповедовал ли это Бог или не заповедовал? Ну, мессианские евреи Нового Завета не должны говорить, потому что не заповедовал нам Бог. А можем мы сказать, что Бог заповедовал нам? Почему? Потому что тут действует новый принцип. Новый удивительный и замечательный принцип, который развился в то время, когда евреи были в Вавилонии. В Вавилонии евреи не имели храма, да? У них не действовали священники так же сейчас. Вы знаете, что равен – это не священник? Равен – это не священник. Священник – это совершенно другое дело. Каэны, они существуют, но они свои функции не выполняют, кроме выполнения одной единственной заповеди. Пидьонгабен. Да? Выкупа первенца. Единственная, которую могут сейчас выполнить священники. А равен – это учитель. И Тора – это как бы центр поклонения, да? Тора изучается где? В синагоге, да? Вот. И синагога становится как бы малым храмом. Но где у нас еще храм? В доме нашем. Мы – царственное священство. И каждый глава семьи, он священник в своем маленьком храме, который дом. И подобно тому, как в храме зажигали минору, мы зажигаем свечи. Подобно тому, как в храме ставили хлебопредложения, мы ставим халы. Подобно тому, как в храме священники перед служением омывали руки, мы обияем руки. И эта заповедь, и эта заповедь действенна для нас. Но мы должны помнить, что это не совсем те заповеди, которые говорится о служении храма. Будет ли восстановлено храмовое священство и храмовое служение, честно говорю, не знаю. Не знаю. Некоторые говорят, что будет восстановлено и сядет в храме Антихрист. Но еще вот интересно, есть описание храма у Иезекииля. Если мы посмотрим описание храма у Иезекииля, это не первый храм, да, Соломона, и не второй храм. Удивительно, это описание еще какого-то храма. И там не говорится, что это храм, который придет Антихрист. Поэтому есть вещи такие, которые, я говорю, не знаю. Не верьте такому человеку, у которого есть ответы на все вопросы. Точно я вам говорю. Он либо лжет, либо заблуждается сам, понимаете? Есть правда и истина. Знаете, какое различие между правдой и истиной? Правда и правда своя. Да, детектор лжи. Детектор лжи, он выявляет не истину, выявляет правду. Если человек уверен, что Земля квадратная, то сколько вы не испытываете на детекторе лжи, это его правда, да? Правда у каждого своя. А истина есть истина. Хорошо. Дальше. Митцвот относительно праздников. Итак, первый тип митцвот, если мы говорим о их функции, это митцвот относительно храма и чистоты, и нечистоты. Видите, вопросы чистоты и нечистоты, например, в семье, они продолжают сохраняться, да? Но ритуальные чистоты именно связаны с храмом, именно связаны с храмом. Вот поэтому, в принципе, если вы внимательно пощете, вот насчет поедания свинины, да? Заповедь. Не надо есть свинины, конечно. Но если съели немножко, знаете, что надо сделать? Есть разные виды нечистоты. Есть виды нечистоты, после которой ты должен там омыться, сидеть до вечера. Есть виды нечистоты, которые нужно там что-то еще сделать, да? Вот. А если вы сидите с единой, то, согласно еврейской традиции, вы нечисты. В том смысле, что вы до вечера, на следующий день можно, но до вечера вы не сможете пойти в храм, которого нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Теперь, значит, относительно праздников. Некоторые месводы мы выполняем, да? Мы знаем еврейские праздники, изучаем их. Некоторые месводы выполняем. Некоторые месводы мы не можем выполнить. Относительно семейной чистоты, они полезны для здоровья и хороши, да? в том числе заповеди о кашруте. Очень хорошие заповеди. Но еще раз говорю, не осуждайте другого, если вы увидите, что он ест кусок сала. Правда? Лучшее сало, я тоже любил готовить сало. Лучшее сало, которое я знал, готовила Фера Марковна. Фера, в общем, еврейка. Она еще лучше готовила сало, чем я. Понимаете? Хорошо. Так что у евреев это сало проблемало, да? А что украинцы, почему любят сало? Украинцы часто подвергались набегам татарских. И татары угоняли скот, а свиней не угоняли. Поэтому оказалось более выгодным в свиноводстве. Только и всего. Хорошо. Дальше. Митцвот. Итак, первое мы говорили относительно храмового служения и храмовой чистоты. Второе, относительно праздников, частично мы их соблюдаем. Митцвот, относительно семейной чистоты, кашрута, они полезны и хороши, полезны для здоровья, да? Митцвот связан с десятиной и благотворительностью. Некоторые говорят, что эти митцвот, связанные с десятиной, в Новой Завете не действуют. Но в действительности митцвот, связанные с десятиной, во-первых, они хороши, да? И полезны, и действительно, это Божьи заповеди. И они возникли после того, как храм, или до того? Кому давал десятину Авраам? Представляете, да? Ну, да вы можете себе представить? Первый еврей в мире давал десятину Гою. Да? Но, по крайней мере, еврей единственный был в то время Авраам, правда? Да? Авраам, а еврей? А, вот интересно, да? Хорошо. И помните, Яков, правда, неизвестно, кому давал Яков десятину, уж точно не своему брату, да? А кому-то он десятину давал, и мы не знаем, кому. Но, по крайней мере, это заповедь, не связанная с храмом. Вот, да. Да, обещал, но, я думаю, что он дал. Если он был праведник, то он выполнил обещанное. Хорошо. Вот за что я люблю. Спорить можно на бесконечности. Хорошо, я считаю так. Вы можете считать по-другому. Но, в любом случае, мы не должны требовать, действительно, есть такие церкви, где там справки заставляют сдавать, чтобы... Да, это, во-первых, противодействие закону Украины. Если такие вещи узнают, то будут судить и правильно будут делать. Понимаете? Но, как добровольный дар нашего сердца, это хорошо. И в Новом, и в Танахе. Об этом говорится. Так. Хорошо. Медсвод. Юридические. С различными уголовными законами. Вот, например, законы Ливератского брака. Законы Ливератского брака. Юридические законы. Интересно, что законы Ливератского брака, они существуют, существовали даже у монголов и предков казахов. Как это я узнал в Казахстане. Я там столько пропадал в библиотеке, я столько там материала пересвердил. Интересно. Я свои корни там искал. Тоже. Оказывается, крымские татары, вот эти нагайцы, нагайская орда, и гирей, это казахские роды. Нагай и гирей существуют. Но я все-таки думаю, что надо искать еще у Башкира. Вот если кто-нибудь меня в Башкирию пригласит, я съезжу, поищу. Потому что есть там река по фамилии меня. В Венгрии, кстати, есть город по фамилии меня. Надо поискать. Но это вообще интересно, да, искать свои корни. И вот ливератский брак в чем заключается? Очень простой. Малыши Карлсон смотрели? Ну вот, говорит, мама, что я должен буду жениться на жене брата своего? Да. Ну, говорит, будет у меня брат. Ну вот он женится. Ну вот он умрет. А я должен на его старой жене живиться? А почему? А я же его дотаскиваю, все вещи, да? Вот это типичный вопрос ливератского брака. Десять тысяч примерно религиозных женщин в Израиле не могут вступить во второй брак по этой причине. Потому что есть такое халица. Халица. Это значит, как сказать, разувание. Ну, понимаете, евреи тебя и обуют, и разуют. Все согласно со своими заповедями. Да. Так вот, должен претендент вот этот, который на то, чтобы жениться на вдове умершего, это значит, следующий брат по очереди, должен подойти к этой вдове и должен разуться, а она должна ему плюнуть, в одной традиции написано плюнуть в этот тапок, в другой традиции плюнуть его в лицо. И говорят, вот ты сделаешь это, мне плюнешь в лицо, если я, если ты мне дашь 10 тысяч долларов, ну и все, бедная вдова, 10 тысяч долларов у нее нет, и она остается незамужней всю оставшуюся жизнь. Все заповеди не давались еще для блага человека. Видите, раньше женщина, и опять-таки, вот те же заповеди о, допустим, многоженстве, да? И почему многоженство существует на Востоке? Потому что на Востоке ведутся постоянные войны. И есть постоянный недостаток мужчин. Да, по этой же причине Гиммлер решил вести многоженство в Германии. У самого Гиммлера было две жены. Одна из них еврейка была. У Геринга была жена еврейка. Знаете? Да, так вот, потому что мужчин мало, а женщин остается много. Женщина, если она не имеет отца и мужа, она практически самостоятельно существовать не может, потому что не было женских профессий в то время, либо идти было в публичный дом, либо где-то так. Наниматься в мучество, то есть не иметь покровительства, поэтому лучше тогда было бы многоженство. Или наложницы, например. Опять-таки, очень интересные законы, очень такие удивительные гуманные законы для того времени. Женщины, они всегда подвергались насилию, правда? А здесь показывается, что насиловать женщину нельзя. Но если тебе понравилась какая-то пленница, что-то ты можешь поступить определенным образом, да? Насилие женщины, это все осуждается торой, так же, как и убийство. Но если тебе нужно, пожалуйста, ты можешь это сделать при определенных условиях. Если она тебе уже не нравится, интересно, что слово нравится, любит, да, вот, мацахен бэайна, то есть находит милость в твоих глазах. И в еврейте нет слова нравится. это либо находит милость в твоих глазах, либо не находит милость в моих глазах. Понимаете? Да. То есть определенные условия по милости. Так же самое и вопросы развода. Это что? Проявление милости, да, в связи с того, что вы недостаточно еще хорошо воспитаны в законах тора. Поэтому Рау Гершон, например, который жил в 10 веке нашей эры в городе Майнце, я уже говорил о нем. И он сдал постановление, что у каждого еврея должно быть сколько жен? Одна жена, да? Ну, потом он может жениться, если овдовел. И также вопросы развода тоже определенным образом. Но не потому, что Бог хочет развода, да? Ну, вот это еще соблюл все заповеди. Одна заповедь он не соблюл. Да, в две даже. Он не жил и не развелся. Видите? Значит, невест все-таки закон сделал. Да. Вот интересно получается. Да. Ну, невеста, да. Ну, а о разводе все равно вопрос не будет стоять, да? Опять-таки, если хочет развестись с женой, да, то должен дать гет. И вопрос еще, как разводиться, мы будем более подробно говорить, мы сейчас сделаем общий обзор. Да, да, еще до Тора, я говорю, они, да, и они, и они, даже, и они, эти законы, видите, даже существовали у нееврейских народов, предков казахов и так далее. Не знаю, является ли казахи одним из колян Израиля. Все, может быть, да, вы знаете, что слово самураи, это самураи, стражи, да? Стражи, я вам как-нибудь расскажу, кто такие еврейские самураи, чем они отличаются от всех остальных. Напомните мне, я вам в перерыве рассказывал. Хорошо. Или такой вот закон, например, если твоя мать еврейка, то ты еврей. Да? А есть такой закон, что если твоя мать не еврейка, то ты не еврей? Это абсолютно такого закона нет и не может существовать. Это выдумка. Абсолютно выдумка и неправильное толкование этого закона. Видите, эти законы даны из милости. Опять, из уважения к женщине. Всю историю человечества еврейские женщины, вообще женщины подвергаются насилию, но еврейские женщины в особенности. Правда? Вот, еврейские женщины в особенности. Вот, посмотрите, обязательно, очень интересно, как вот про еврейскую семью, в фильме «Отверженные», да? Вот, эти евреи шли через границу в Швейцарии, и проводник специально их навел на немцев, и немцы их расстреляли с пулеметом. Ну, некоторые спаслись, разбежались, и жену забрали в публичный дом, в Польшу отвезли, а муж там сидел в подвале, там, очень интересная история, я не буду подробно говорить, посмотрите сами. Или женщины насилили, или еврейские, и рождались, и дети, и начинали спорить, евреи это, или не евреи, да? Видите, удивительно, что еврей, рожденный вне брака, он не является незаконно рожденным, но еврей, рожденный от блуда, он является мамзер, мамзер, то есть, от Зара, да, Зара, это не Зара, Зара, а именно, значит, от блудницы, сын блудницы, помните, дочь блуда, сын блудницы, да? Это мамзер, получается. Но, если он рожден даже вне брака, или в результате насилия ежейская женщина, он кто? Еврей, да? Это по милости сделано, но нигде нет такого закона, что только рожденный еврейской женщиной евреи, да? Это неправильное, я считаю, роминистическое толкование, ибо Абрам родил Исаак, Исаак родил Иакова, да? Хорошо, вот, двенадцать сыновлей Иакова, они на ком женились? Вот, некоторые еврейские раввины говорят, что они женились на родных сёстров, потому что их жены тоже были еврейки, но тогда они другой закон нарушили. Ну, вот видите, то есть, опять-таки, определяется, да, двое рожденных, правильно, рожденная еврейская женщина, если можно сказать, и один еврей, а другой не еврей, да? То есть, не это определяет евреи, поэтому вы должны понимать, что юридический месвод, они хороши и правильны, но если это правильно, что? толкование, да? Или там побей кого-то камнями. Сейчас кого-то камнями бьют? Ну, может быть, да, в определенных каких-то странах и бьют, в мусульманских странах тоже существует, да, может, и в Израиле, вот, но опять-таки, это незаконно, да, это незаконно, это незаконно, естественно, потому что это совершенно другое дело, и еще оказала милость, да, помните, ну, там неправильно даже с юридической точки зрения было соблюдено, потому что кто второй должен был еще второй побитый камнями, должны быть оба побиты камнями, хорошо, мы говорили правило пикуах нефеш, да, значит, правило пикуах нефеш, когда все заповеди, кроме трех, могут быть отменены, да, пикуах, пикуах нефеш, то есть спасение жизни, да, кроме идолопоклонства, блуда и убийства. Теперь вопрос, кто мой ближний, потому что Тора разделяет отношение к ближнему, пришельцу и чужеземцу, ближнему, пришельцу и чужеземцу, да, ближний, да, это понятно, допустим, евреи, евреи, ближний, да, есть пришелец, пришелец называется гер, кстати, по-монгольски гер это юрта, то есть место, где живут, гар, гар, жить, да, гер это тот, кто проживает на твоей территории, да, и есть два вида пришельца, которые соблюдают твои законы, вот, они могут быть не евреями, да, но должны уважение оказывать к законам Торы, и есть, которые не уважают, да, поэтому очень интересно, что когда говорится о пришельцах, и опять-таки в русском языке, это кажется в русской Библии вроде бы одно и то же, получается так, там то-то, то-то, там нельзя удавленное, но есть, разорвленное, а пришельцу отдай, да, чужеземцу, и так далее, отдай, или там можно с одними иметь дело, с другими, как будто бы, получается, нельзя иметь дело, значит, есть два типа пришельца, гер, это тот, кто проживает, так, и чужеземец, называется, вот вы поймите, что многие вещи, многие вещи, которые я говорю на иврите, они звучат очень нехорошо в русском языке, но это проблема не иврита, это проблема русского языка, кстати, вы знаете, что в украинском языке нет ни одного матерного слова, вообще, не существует, всем матерчинные слова, они русские, да, так вот, такое пришельце, отрицательство, называется, нохер, нохер, он везде, нохер, множество, нохрим, вот, когда можно перевести, отверженные, они, нохрим, да, нохер, нохер, значит, гер, и нохер, в сокращенном, н-апостров, хер, ну, чтобы не произносить, хер, нер, это человек, противящийся Господу, не желающий соблюдать законы того общества, в котором он живет, и приносит вред своими разговорами, и стремятся отлучить евреев от божьих законов, поэтому, вот такие заповеди, не ешьте никакой мертвейчины, иноземцу, которая случится в жилищах твоих, отдай ее, и как же это было, которое, что сами евреи ели, отдавали, как она называлась, некошерная, коль-басар, всякое мясо, отсюда произошло русское слово колбаса, вот, колбасар, коль-басар, это, вот, басар, басар, да, басар, басар, а, да, вспомнил, вложили вот такой автоматический переводчик, да, да, дух бодр, да, но плоть немощна, получилось, из перевода, значит, спирт хорош, но мясо протухло, спиртус, спирт, да, а в английский флеш, это и плоть, и мясо, перевели с английского на русский язык, спирт хороший, а мясо протухло, вот это называется коль-басар, всякое мясо, и вот можно его отдать иноземцу, пусть он ест, хай, ужрется, хай, ужрется, или продай ему, лучше, конечно, продать, я вам рассказывал, да, еврейский анекдот, мама, купи собаку, мама, купи собаку, слушай, Сема, ты уже мне надоелся, это собаку, мама, купи собаку, она такая хорошая, слушай, Сема, иди, не мешай мне, и лучше продавай свою собаку кого-нибудь другому, и так, отдай эту всю колбасу пришельцу, как сказано в Торе, или продай ему, ибо ты народ святой, у Господа Бога твоего, это второзаконие, 14 глава, 21а, второзаконие, 15 дробь 3, с иноземца взыскивай, а то, что будет твое, у брата твоего, прости, значит, получается, вроде прощать можно брату, а с иноземца взыскивать, да, но здесь, опять-таки говорится, о ком, да, помните, да, о плохом, о плохом, снахера, можно и взыскать, и так, иноземцу, отдавай в рост, а брата твоему, не отдавай в рост, и опять-таки, Торозаконие, 23 глава, 20 стих, вот, то есть, есть понимание, да, такое, то есть, противящийся Тор, но если в широком смысле, то ближний, это кто у нас ближний? Знание ближний, нет, это я тоже цитату делаю, это Лео Бек написал, Лео Бек, такой немецкий равен, с 1873 по 1965 год был, и религиозный философ, один из самых влиятельных мыслителей реформаторского течения в едуизме. Звание ближний неотделимо достояние каждого человека. Человек является нашим ближним согласно воле Господа, не вследствие нашего согласия или витрикодушия, не в результате какого-либо общественного соглашения или судебного постановления стал он нашим близким. Он таков по воле единого Бога. И потому никому не дано лишить его этого звания и умолить его значение. Ближний может требовать от нас соблюдения прав человека в силу самого факта рождения на свет, эти права дарованы ему Богом. Данная человеку заповедь поступать справедливо и любить дела милосердия, заповедь, которая от нас требуется соблюдать, мы уже говорили об этом, это одна из основных заповедей, да? Призвана регулировать наше поведение по отношению к ближнему. Свой долг Богу мы должны уплатить главным образом его детях. Вся сумма возложенных на нас Творцом обязанностей реализуется в сфере наших отношений с другими людьми. Отношение к ближнему свидетельствует о том, насколько сильна у нас любовь к Богу. Можете отметить, это важный фактор. Отношение к ближнему свидетельствует о том, насколько сильна у нас любовь к Богу. Да, как мы относимся к ближнему, так мы любим Бога. Ибо сказано, люби Бога в людях, которых Он создал. Да? Мы уже говорили. Теперь принципы, по которым мы выполняем заповеди. Многие говорят, что так как Бог нас спас, мы не должны выполнять заповеди. Правильно это? Нет. Потому что Новый Завет, заметьте, сколько в местах указывает на необходимость заповедей. Скажите, пожалуйста, когда пишет об этом Матфей, или когда пишет об этом Павел, да? Вот скажите, когда Ишуа об этом говорил, о выполнении заповедей, он говорил о каких-то особых заповедях Нового Завета? Их просто не было, да? Здесь говорится о заповедях Танаха. Новый Завет был написан и канонизирован уже позже, да? Уже где-то к концу Первого века. Но говорится о заповедях, заповедях Божьих. И они не тяжкие. Ну, прежде, самый главный мотив, потому что Бог так приказал. Согласны? И это самый главный мотив. Значит, опять-таки, спасение – это не то, что мы не спасаемся, выполнение заповедей, но они нужны для освящения, для спасения, как что? Как процесса. Помните, мы говорили, спасение как юридически. Поэтому влияет на это спасение заповедей? Да, безусловно, влияет. Понимаете? Два. Мы не спасаемся с заповедями, и об этом пишет Павел. И в то же время, все послание Якова о чем говорит? А не делами ли оправдался Авраам? Так что, делами или верой обратался Авраам? Тут говорится о двух аспектах спасения, чтобы вы поняли. И это, и это есть спасение. Спасение как юридический акт, да? И спасение как процесс всей нашей жизни. Видите, спасешь себя, оказывается, себя спасешь. Выходит, если я ничего не могу сделать для моего спасения, как говорит, например, Матый Лютый, да? То что же получается? Я не должен тогда ничего делать? Правда? Здесь совершенно на другом говорится. В последней, как процессе, как уподобление Богу. Если мы не будем достаточно уподоблены Богу, но мы будем любить Бога, ну, я так полагаю, опять-таки, у меня нету такого точного решения, но, видите, мы спасемся. Но как бы что? Из огня. Я не думаю, что речь идет о чистилище. Но вы знаете, когда человеку стыдно, я так думаю, что вся наша жизнь предстанет перед нами. И там будет так стыдно нам, что это хуже любого огня. Сейчас мы подавляем свой стыд, вообще-то. И мы его хорошо подавляем. Но в свое время это будет очень сильно. Не дай Бог лучше. Лучше это не делать. Да. Мы имеем свободную волю избрать для себя, да? Выполнять или не выполнять. И мы знаем, что незнание закона не отменяет наказание. Осия 4, 6. Истреблен будет за недостаток ведения. Буквально, да, недостаток Бога познания. Здесь просто у нас в русской Библии стоит. Ведение, в действительности, да, ты лохим. Недостаток Бога познания. И ты, и также священник, который будет обучать, и так далее. Ишуа говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон, но что исполнить, да. Второе, значит, выполнение митцвод – это традиция, которая передается от поколения в поколение. Особенности среди евреев. Есть ли смысл отходить от такой традиции? Понимаете, многие динаминации сейчас страдают и оказываются в духовной пустоте, оказываются в духовной пустоте только потому, что у них нет традиции. Да. Только потому, что у них нет традиций. И оказывается, если вот мне передали недавно газету, ну, все знают Ледяева. Да. И вот Ледяев пишет, что харизматическое движение сейчас на территории СНГ буксует. Буксует. Значит, когда машина попала в песок или в грязь, колеса крутятся, машина не едет. Да? По какой причине? Потому что не создали своих традиций. Традиции очень важны для устойчивости какой-то группы. Я думаю, что преодолеет. Преодолеет это дело. Ну, всегда есть детская болезнь ливизны, да? Понимаете? Всегда есть детская болезнь ливизны, а потом приходит разумное выполнение. Традиции абсолютно необходимы. Итак, второе – это наша традиция. Это наша традиция. Хорошая? Хорошая. Есть плохие традиции. Ну, женщины брить голову перед свадьбой. Я думаю, не стоит. Хотя говорят, что сейчас это шик вообще, красиво, да? Есть такие женщины, ходят с бритой головой и не покрытой головой, да. Хорошо. Заповеди по отношению к семье, например, очень хорошие. Есть красота и большой смысл этих заповедей. Заповеди, опять-таки, кашрута. Мы говорили, что женщины, соблюдающие законы, оказывается, болеют в десяти раз реже раком шейки матки. Видите? То есть интересно. Мы говорили, что адвентисты седьмого дня, соблюдающие элементы кашрута, живут значительно дольше, да? Да, шесть, а то и восемь лет больше, чем продолжительность жизни других. Дальше. Выполнение Митсвот отделяет нас от других народов, да? Мы свет мира, говорит Ишево. Мы, может укрыться город, стоящий наверху, зажечься свет, не ставят вниз, да? И шестнадцатый стих, ключевой для нашей этики, это Евангелие, какое у нас, значит, от Матфея, пятая глава, да? Шестнадцатый стих. Так досветит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Когда люди прославят Отца Небесного? Когда они увидят наши добрые слова, дела, дела. Добрые слова, да? Некоторые наши только добрые слова и видят. А бывают, что и не добрые, да? Добрые дела. Хорошо, то есть, исполнение заповедей, оказывается, необходимо. И мы говорили, галаха, путь, да? Путь – это нахождение перед Господом. Дальше, следующий пункт. Выполнение Мисот освящает каждую область нашей жизни. Если мы посмотрим еврейские заповеди, они все говорят о святости, да? Святость в семье, святость в пище, святость в поведении, святость в доме и так далее. И еще мы говорили, что это способствует нашему формированию характера Ишуа, да? Выполняя заповеди, мы смиряем себя. Мы смиряем. Еще вот раз говорю, вот, например, омовение ног у пятидесятников. Некоторые даже говорят так, прямую в старые пятидесятники, я тоже такое слышал, что вот ты, если не моешь ноги, не имеешь общего с Иисусом. Что, если я не мою ноги, я решаюсь? Ну, а когда я мою ноги, опять-таки, это культура Ближнего Востока, да? Понятно, что у нас это совершенно по-другому. Вот, но в данном случае еще говорил не вообще об омовении ног, как о ритуале, да? Он говорил о том, что мы должны служить друг другу. Но если мы моем ногу Ближнего Востока, для меня, например, это большое усилие. Не в том смысле, что вымыть кому-то ноги, а мне стыдно, когда моют ноги мне, понимаете? Вот, для меня, моей гордости, опять-таки, моей гордости, моя гордость, она мне уже позволяет мыть ноги другим, но моя гордость еще не позволяет, когда ноги моют мне. А это тоже для меня большое усилие, большое насилие над собой. И если я делаю это, да, то я что? Смиряюсь. И получаю я при этом благословение? Да, хорошо. Но тут не моют ноги, что же не страшно? Да, ну, да, совершенно верно. Вот, то есть в этом отношении нет проблем. И еще мы говорим о трех уровнях взаимоотношений. Мы сейчас говорим о взаимоотношениях Бога и человека, да? Первое – это отношение к Богу, как раба к господину. Как раб к Божий, да, а господин сверху. Вот на этом уровне находятся многие динаминации, ну, православные, католические динаминации, ислам, четко это, да? Бог – господин, ты раб. И не больше. Второе – отношение человека к Богу, как сына к отцу. Но отношение сына к отцу – это не значит заполни братство, понимаете? Мы можем Бога называть папочкой, но не так. Папаша, давай деньги. Давай деньги. Помните, одна очень интересная, харизматическая молитва Бангкок Хилтон? Бангкок Хилтон. Там одна девушка искала отца, оказалась в тюрьме, ее обвинили в провозе наркотиков, и там одна тоже, ну, она по-настоящему. Она так, знаете, молилась каждый день. А потом там сидели, другие, они даже не понимали, в чем дело, но тоже начали молиться. Папа, пошли мы в нем Мерседес. Мои все друзья ездят на Порше, а я тут горбачиваюсь каждый день. Понимаете, такая харизматическая очень молитва. Ну, это, конечно, шутка, но, видите, Бог не обязан выдавать нам все по первому требованию, да? Поэтому отношение к отцу, но, первое же всего, отношение к отцу и страх Божий – это почтение, да? Вот иногда уважение и страх, слово в еврейском языке кажется синонимами, да? Жена боится мужа своего, да, получается, уважает. Это страх какой? Страх обидеть, да? Страх непочтительным быть перед отцом, да? Это второй уровень. И третий уровень – это мужа и жены, ну, или невесты. И помните, в Коринфе, ну, да, первое Коринфе тоже говорится, да, что мы невеста, невеста и наш жених или наш муж. Как чем отличается? Раб, помните, вы говорили, не понимает волю господина, да? Ему приказали, он делает. Друг, друзья, вы мои друзья, а теперь они рабы, да? И вы должны относиться, понимать, как к старшему брату, как к отцу. А отношение мужа и жены – это настолько любви вместе, что они живут, как единое целое, да? Одна плоть. Так, есть еще у нас время? Нету. Хорошо. Добрый. Делаем перерыв. Делаем перерыв до завтрашнего дня. Делаем перерыв до завтрашнего дня.